Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь вам показать простенький рецепт закуски к праздничному столу. Да я прекрасно понимаю, что постоянные зрители канала давно уже стали убежденными домашними колбасниками из-за корма у вас знамитые всякой там ветчиной, колбасой, караками, беконами. Но, думается, мне еще один будет в тему. Как вы уже поняли из названия, готовим виттелло тоната. В переводе с итальянского это означает что-то вроде телятина тунцовая, ну или телятина с тунцом. Тунца вообще-то называют морской телятиной. Сразу хочу отметить, вариаций виттелло тоната величайшее множество. Но в результате всех этих ухищений на тарелке у вас оказывается тонко-тонко нарезанная холодная телятина, залитая соусом на основе тунца, как правило консервированного. Что же касается мяса? Оно может сначала быть замариновано в белом сухом вине с овощами, потом отварено. Оно может сразу отварено в воде с добавлением овощей, остужено. Оно может быть сначала обжарено на сковородке до появления легкой румяной корочки, потом туда добавлено вино, бульон, овощи и доводится до готовности в духовке. Фишка в следующем. Есть такой химик, боюсь ошибиться его фамилии, Рей Марсисли. Или Марсисли, не знаю, прошу прощения. Так вот он в своем исследовании установил, что за сильный вкус мяса отвечает 2-метил-3-фаворантиол. И где вы думаете, он присутствует в большом количестве? Догадались уже? Правильно, в отварной говядине и в консервированном тунце. Короче, вот у меня вырезка. И овощи для бульона. Лук, морковь, сельдерей. Вырезку надо зачистить от пленок. Старательно. Конечно же, очень острым ножом, с амурой. Воду для бульона уже можно начинать греть. Вырезка пусть полежит. Овощи подготовить, ну то есть почистить. Да, я не сказал сразу. Вырезку сегодня буду просто отваривать в бульоне с овощами, без всякого бринования. Кстати, чуть не забыл. Некоторые повара для Виттелла Таната вырезку вообще ни в ником бульоне не варят. В суиде готовят, представляете? Такой тоже вариант существует. Луквы-то надо тоже очистить. Достаточно будет ее разрезать на 4 части. И сельдерей пополам, чтобы в кастрюлю влез. Можно начинать варку овощного бульона. Овощи в кастрюлю и посолить. Пусть побулькает минут 5-10, чтобы хотя бы часть ароматов успела из овощей в воду перейти, чтобы бульончик получился. Оставайтесь с нами. Продолжаем процесс. Вырезку сюда. Пусть варится. Всего и надо вариться 50 минут, максимум час. Время зависит от размера куска. При очень слабом кипении. Поверхность воды в вашей кастрюле должна слегка-слегка волноваться. Чуть-чуть. После чего ее нужно будет вытащить, остудить и отправить в холодильник. До завтра. До завтра в данном случае. Это и временной промежуток, и прощание. И снова всем привет. Кстати, прошу прощения за голос. Я тут простыл и хожу, хриплю и сиплю. Да ладно. Вырезка отлежалась, отдохнула. Самое время приготовить соус и сервировать. Вариантов соуса для ветвей латоната тоже добрые сотни. Чаще всего, пожалуй, встречается вариант майонез, ароматизированный тунцом и каперсами. А майонез я готовлю сам. Оливковое масло в соотношении примерно 4 части рафинированного и 1 экстра-верджин. Яйцо целиком. Соль. Огорчица острая. По вкусу. Я думаю, что полторы чайных ложки. Так их вот будет достаточно. И пара минут работы блендером. Главное вначале крыльчатку не отрывать от дна. Смотрите. Сначала эмульсия ползет из-под нее. И когда уже перестало ползти, вот тогда можно понемногу подвигать в сторону. Отрывать крыльчатку от дна, чтобы понемногу масло подсасывалось вниз. Иногда мне попадается какое-то странное оливковое масло, только из рафинированных. С которым ничего не сбивается, оно хлопьями идет. Может, там оно и не оливковое, а какое-то, не знаю, короче, подсунули. С нормальным оливковым маслом одно яйцо спокойно эмульгирует 250-300 миллилитров масла. Причем, чем больше масла, тем гуще майонез. И теперь надо добавить лимонного сока. Количество опять же по вкусу. Тут еще и от кислоты лимона зависит. Ну, в смысле, от спелости и от сорта. Вот так, наверное, будет в самый раз. И еще 10 секунд пожужжать. И достаточно. Смотрите, какой. С майонезом разобрались. Давайте теперь с тунцом. Выложу его в чашку. Каперсы сюда же. И тоже надо превратить в такую однородную смесь. Можно добавить немного овощного бульона, в котором варилась вырезка. А можно сразу майонез оббахнуть. Как только все измельчили, остается смешать с майонезом по вкусу, в той пропорции, которая вам нравится. И соус готов. Перемешать как следует до однородности. Ну что, давайте сервировать. Селятину надо тонко нарезать. Чем тоньше, тем лучше. Перевыложить на тарелочку. И соус. Смотрите, какой. Густой. Красота. Сверху. Как говорится в книге Пелегрино Аргузи, или Аргузи, издан еще в конце 19 века. Целятина должна отдохнуть под соусом. Вот пусть и отдыхает. А я для украшения хочу положить несколько ломтиков маринованных огурчиков. Вот так. Все. Классическая итальянская закуска Виттелла Таната готова. Ну, один из ее вариантов. Вот в таком виде и надо ее выставлять на праздничный стол. Что касается вкуса. Я вот даже нарушать этот натюрморт не буду. Просто возьму ломтик. Вот этот вот соус и сюда. Вот так вот. О, какой. И... Что вам рассказать про голыму? Это вареная, очень нежная такая вырезка с насыщенным мясным вкусом. Она хорошо подчеркивается вот этим соусом. Тунцовым. Тунец очень хорошо подчеркивает это дело. Я не могу сказать, что это что-то прям выдающееся. Но в качестве одного из вариантов закуски на столе, где много всяких нарезок, мне кажется, очень неплохо. Она хорошо противопоставляет себя всем прочим колбасным вот этим нарезкам. За счет соуса, за счет вот этой сочности. И за счет, наверное, возможности поиграть. Потому что, если взять одну вырезку, да, дорогая, конечно, разрезать ее там на три части, и одну часть замариновать, допустим, с белым вином, сварить. Вторую обжарить на сковородке, быстро-быстро. Потом долить бульончиком, довести до готовности в духовке. Третью не мариную, как я сделал, просто сварить с овощами. А потом одним и тем же соусом все третьи нарезочки подать на стол. По сути, трудозатрата у вас будет так же, как на одну. А получится три разных закуски. Это будет классно. На этом сегодняшний рецепт подходит к концу. Огромное спасибо спонсору Самури за предоставленные острые ножи. Огромнейшее отдельное спасибо тем из вас, кто не ленится ставить лайки, дизлайки и делится вот этими видео в своих репостах, в своих соцсетях. Спасибо вам за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok